Вот уже 10 лет Елена Жерельева, инспектор по взаимодействию со СМИ и общественностью Межмуниципального управления МВД России Одинцовская, серьезно увлекается живописью. За столь немалое время она успела не только полюбить этот вид искусства, но и всерьез задуматься о преподавании. Этот дебют состоялся в Захаровском Доме культуры. Желающих попасть на мастер-класс к Елене было очень много. И все же его участниками стали лучшие из лучших. Она прекрасный художник. Она тоже увлекается живописью. Для нас это было неожиданностью. Работник полиции рисует. И мы решили, как продолжением, сделать мастер-класс для учащихся Пушкинской школы, Центра детского творчества, ребят, которые занимаются живописью, чтобы они могли прийти и нарисовать вместе с Еленой. Живопись – это искусство изображать жизнь. Именно это подтолкнуло Елену на саму идею для мастер-класса. Материалом были выбраны масляные краски. Изначально предполагалось, что это будет летний пейзаж. Но в какой-то момент после очередных мазков Елена поняла, что пишет зиму. И такое, как она сама признается, случается довольно часто. У нас может быть даже получится, вот сейчас мне кажется, что это будет летний пейзаж. Но судя по тому, что идет, возможно, это потом будет и зимний пейзаж. Уже порядка двух лет капитан полиции сама посещает мастер-классы. Преподаватели, безусловно, ценят ее творческий потенциал и даже успели определить подходящий Елене метод. Право полушарное рисование и живопись по наитию. Это когда ученик начинает развивать свою фантазию, заглядывает в мир непознанного, следует порывам собственной индивидуальности. Даже если мы рисуем все одинаково, у всех у нас свои разные способности, направленности. И, безусловно, картины получаются все разные. Но каждая из них, она несет в себе свою особенность, свою какую-то, свою индивидуальность. Дети настолько углубились в процессе, что, казалось, отвлечь их внимание было практически невозможно. Некоторые вообще впервые осваивали масляные краски. Мазок за мазком и вскоре каждая юная художница, временами вставая от мольберта, отходя от своей работы, любовалась на нее со стороны. Ведь картина, написанная маслом, имеет свою особенность. Источник света должен находиться на далеком расстоянии. Леночка очень хорошо справилась. Прошел мастер-класс отлично. Дети все вдохновленные. К концу мастер-класса уже все, без исключения детки, закончили свои работы. Все получились они разными, интересными, красочными. Никто из участников творческого вечера и не ожидал, что картины получатся не только разными по временным характеристикам, но и даже будут напоминать педагогу-полицейскому различные страны. Мне очень приятно находиться здесь, в этой необыкновенной доброй, светлой атмосфере. Как видите, сегодня у нас ученики – это одни девочки. Они такие скромные, такие спокойные. Дети, видно, очень талантливы, потому что у меня сложилось ощущение в процессе этого мастер-класса, что это даже они мне преподают мастер-класс, а не я им абсолютно. После написанных картин юных дарований переполняли эмоции, и каждая поспешила поблагодарить Елену Ожерельеву за столь интересный и познавательный мастер-класс. Также девочки выразили надежду на то, что подобные мастер-классы от сотрудницы полиции станут традиционными. Мне очень понравилось рисовать маслом. На самом деле, немного это тяжелее, и по мне исправить что-либо более сложно, потому что гуаши, она как-то быстро высыхает, и сразу же можно потом нанести, и все высохло, и по-новому. А здесь наносишь, и все краски снова смешиваются. Но в целом мне понравилось, я бы хотела еще раз попробовать. Спасибо. Спасибо большое, нам очень понравилось, это было очень интересно. Ждем дальнейшей встречи. Елена полна энергии и творческих замыслов, ну и конечно, как у любого человека, у нее есть заветная мечта – открыть свою выставку. Для этого потребуется какое-то время, поскольку практически все свои работы капитан полиции презентовала близким, друзьям и коллегам. Есть над чем работать, а это значит, что для осуществления желанной цели открыты все пути. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».